Русские новости, идеология Советской системы, коммунистической партии Советского Союза Прошло уже больше четверти века И как-то можно было за это время осмыслить все то, что происходило в течение 20 века с нашей страной под властью коммунистов И что такое коммунизм был на самом деле Но если и до этого какие-то возможности осмысления были, но они были достаточно скудными То теперь-то все возможности есть Вся публицистика зарубежная, публицистика русского зарубежья, русской эмиграции Вся есть И в течение этих четверти века коммунизм обсуждался и в отечественной научной публицистике, и в обычной публицистике Огромное количество фактуры вышло на поверхность И до сих пор называть себя коммунистом, ну это надо быть каким-то уж совсем недоумком Ну просто вот человеком, у которого в мост не входит ничего Вот где-то ему в детском возрасте, ну четверть века это же уже много, да В детском возрасте ему кто-то впихнул в голову, что коммунизм это хорошо Вот все хорошее, это и есть коммунизм И человек сейчас ходит и говорит, я коммунист А когда у него начинаешь спрашивать, а что для тебя коммунизм Оказывается он даже не знает, что такое коммунистическое учение Он ничего не знает об истории нашей страны Или трактует всю эту историю на уровне каких-то строчек из советского учебника И даже не из учебника, потому что те, кто хорошо изучал историю в советский период Они могли осмыслить и понять, что происходило Могли, могли чувствовать, что есть альтернативная точка зрения Тем более, что вот скажем, когда получали образование в институте Там предполагалась критика буржуазных фальсификаторов истории Так можно было и в тот период как-то осмыслить все, что происходило И считать, что коммунизм это будущее нашего мира Или коммунизм это средство борьбы с ныне действующими несправедливостями Это в высшей степени нелепость Мы, конечно, отделяем коммунизм от коммунистов Потому что есть люди просто недоумки Ну знаете, лишены люди интеллекта, что с ними делать Ну не казнить же их Ну да, их придется проклясть, потому что их тупость не позволяет сформироваться русскому движению Человек, говорящий на русском языке и заявляющий, что он коммунист Ну это предатель русского народа Просто самый настоящий предатель И к коммунистам мы так и должны относиться Как к предателям У них в мозгу не помещается русская идея Не хватает места И поэтому они идут в полицаи к этому режиму Ну есть те, кто идут в полицаи с другой точки зрения Побольше денег получить, как-то там, как они говорят, самореализоваться Получить какие-то должности, привилегии А вот эти, это вот чистые рабы Так же, как рабы вот путинисты Ну путинисты это вообще просто уже отморозки полные Вот как бы страдающий народ Они предают прямо вот сейчас А коммунисты это те, кто избирают Такую тактику противодействия этого режиму Которая этому режиму как раз и нужна Они мечтают, кремлевские вот эти мечтатели Мечтают о том, чтобы была именно такая оппозиция у них Коммунисты Ну как хорошо, как легко Вон смотрите, Зюганов в день народного единства, так называемый Идет в обнимку со всеми врагами рода человеческого С ядросами, с жириновцами, со справедросами Все они едины Вот для них, да, они абсолютно едины Мы с ними находимся в самом радикальном противостоянии Ну говорят, ну нет, ну Зюганов это уже не коммунист Нет, вот мы коммунисты совсем другого склада Какого склада, где ваша коммунистическая партия, где ваши коммунистические организации Вон на выборы вышли так называемые сталинисты Как там товарищ Максим, что ли, он называли Ну это же, я думаю, что даже те, у кого одна извилина в голове Понял, насколько это примитивные люди У которых кроме трех-четырех лозунгов больше вообще ничего нет Они ничего в этой жизни не понимают Так получается, что вы еще хуже Они там какую-то партию сварганили Где-то деньги нашли на выборы Их протащили Ну естественно, что Единая Россия им позволяет Точнее, олигархическая группировка кремлевская Позволяет им пройти на выборы Ну потому что вот таких отморозков демонстрировать очень удобно Ну так же, как и Демушкина Вот из его компании Горского и так далее Вот таких вот, это вот русские националисты Ну какие они националисты Просто шпанап из подворотни И этих тоже вот показывают Вот такое интеллектуальное убожество Вот они, сталинисты Посмотрите на них, какие уроды Разве можно с этими уродами рассчитывать на то Что вообще хоть что-то можно изменить в нашем государстве А вы, вот те эти, самодеятельные У меня родители были коммунисты Мне пишет там одна дама Приятная во всех отношениях Кроме того, что она пишет И что у меня тоже У меня родители, дедушки, бабушки Все были членами коммунистической партии Советского Союза Что из этого? Что у нас Если у меня есть родители Я о них чего-то помню То они правы во всем А в чем они правы? Ну тогда скажите, в чем они правы? В чем они правы в своем выборе В выборе вот этой партии И в том, что они вступили в эту партию То есть родители не могут быть неправы Вообще не могут быть неправы Если они коммунисты А я их считаю честными людьми Значит они правы во всем Извините, это что, ваши родители святые А у всех остальных что-то как-то все не так Да, вот у тех, у кого родители не были коммунистами Или кто своих родителей за коммунизм осуждает Это что, а вот они не святые А ваши родители коммунисты святые Это вы новое религиозное учение, что ли, такое придумали? Конечно, коммунист коммунисту рознь И в разные эпохи И в одно и то же время И сейчас есть люди, которые думают, что они коммунисты Но когда начинаешь расспрашивать Оказывается, обычные русские националисты Никого коммунизма там и в помине нет Вы интернационалисты? Как можно быть коммунистом и не быть интернационалистом? Если вы не интернационалисты То есть если вы не хотите, чтобы русский народ Горбатился на какие-то другие национальности Ну какой же вы коммунист? Вы хотите мировой революции? То есть хотите пожаром спалить всю мировую цивилизацию? Нет Так коммунизм именно это и пропагандирует Именно это, мировую революцию Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем Мировой пожар в крови, Господи благослови Вот это такой национальный коммунизм Говорят А мы не для всего мира Мы спалим только свою собственную страну Коммунизм вот в отдельно взятой стране Бисмарк говорил, что если кому-то хочется построить социализм Еще даже не коммунизм То лучше найти страну, которую не жалко Вот этим людям не жалко своей собственной страны Так называемой национал-коммунисты На самом деле вот те, кто себя так называл Эти нацболы так называемые Да какие они коммунисты Вот они просто хотят распотрошить так называемых буржуев Ну то есть олигархию Ну они что? Они хотят вообще просто полностью уничтожить Всякое предпринимательство То есть ларьки Вон у нас Собянин сносит коммунист Самый настоящий Снес все ларьки в Москве Вы тоже вот так же хотите? То есть любую предпринимательскую инициативу полностью затоптать? Кто-то пекарню откроет Вы придете и его экспроприируете? Ну что за глупость? Ну если вы такие Ну тогда вы настоящие большевики Нацболы, да Вот точно большевики Только нац тут совершенно ни при чем Просто большевики Национал-коммунисты Вы вот так себя поведете? То есть будете следовать марксистской догме О ликвидации частной собственности О том, что частной собственности вообще быть не должно Ну тогда вы сначала свою квартирку расприватизируете Отдайте, что у вас там есть Дачный участок, домик Отдайте все Переходите на государственное обеспечение Вот это все будет государственное А вы только из зарплаты будете за коммуналку платить Ну как было при советской власти Ну а что вы считаете, что вы коммунисты И это ничем вас не обязывает в современной жизни Я националист Меня ко многому обязывает Я несу те тяготы, которые связаны С самоопределением меня как националиста Я нахожусь под статьями Уголовного кодекса Которые в любой момент на меня могут обрушить Я не могу найти себе работу по специальности Потому что не принимают Потому что как бы вот опасно Не знаю, там где-то улицы мести Может быть меня и возьмут Но я к этому еще пока не готов Может быть скоро и придется этим заниматься А вы коммунисты, какую вы ношу несете Если вы гордость ее называете коммунистами Какую вы ношу на себе несете Избавляйтесь от своей собственности Это конечно не частная, но личная Не нужна вам личная собственность Отдайте Большевики как Отбирали просто У вас корова есть Забираем корову Это будет общее достояние, а не ваше Вплоть до мелкой птицы забирали Потом сказали это перегибы Ну уж так перегнули, что дальше Разогнуть обратно и не смогли Погубили все сельское хозяйство Вы за это, да То есть вы согласны с тем, что выкашивали Крестьянство там голодом И продразверсткой Вы считаете, что это нормально Да, то есть и сейчас тоже так же Надо все у всех отнимать И всех подравнивать Вы считаете, что священство надо полностью уничтожить Как уничтожали большевики Вы считаете, что аристократии вообще не должно быть То есть все должны быть вот такими Косолапыми крестьянами У которых ничего нет Которые работают за трудодни Или работягами, которые Если не у станка То в пьяном виде с утра до вечера Вы хотите этого, да А интеллигенция просто Это прослойка такая Ну что с прослойкой Чего ее слушать, что с ней иметь дело Ну и что, наконец Вы хотите быть новой человеческой общностью Советским народом То есть русскими вы быть не хотите Если вы хотите быть коммунистами Это прямо следует из коммунистической доктрины Значит вы не хотите быть русскими Значит вы хотите стремиться К какому-то иллюзорному будущему В котором все народы сольются в один Все государства сольются в один И все будут такие Умеренно смуглые И в расовом отношении универсальные Но этого не будет никогда Вся история человечества Это история формирования Распада государства Возникновения и исчезновения народов И кроме как народами люди не живут Вот они сплачиваются в роды Племена народы Народ создает государство И ничего другого никогда в истории не было А вы хотите вот всю историю отменить Ну так Маркс сказал А вы не верите Марксу? Ну тогда какой вы коммунист? Всю историю отменить Все Но это невозможно Это невозможно Даже чисто биологически невозможно Все расы смешать И сделать какую-то одну расу И все народы Чтобы все будут говорить на одном языке Таком универсальном То есть от русского языка отказываемся Универсальный язык для всех И все народы должны С такой скоростью перемещаться И так беспорядочно Вступать в половые связи Чтобы потомство было совершенно смешанным То есть вообще ни одного народа Который бы как-то в своих границах В своем ареале бы окуклился Не должно быть То есть все должны интенсивно перемешиваться Как в миксере Так вот с такой скоростью Но это невозможно По разным причинам Нет такой скорости перемещения у людей И не хотят они вступать В беспорядочные половые связи Направо и налево Все-таки как-то стараются жить семьями И в этом видят смысл своей жизни Но кто-то может быть по-другому Так вы наверное по-другому думаете Коммунисты Что надо по-другому жить Не семьями, не родами, не племенами, не народами Всем смешаться как угодно То есть это вы рекомендацию такую даете Вы-то сами наверное в семье живете А остальным предлагаете смешаться Ну это вы думаете все Это что? Это вся коммунистическая доктрина Это мировая революция Социализм Отъем у всех собственности Вся собственность государственная Или общественная на самом деле Тоже государственная Или собственность общественных организаций На самом деле тоже коммунистических И тоже государственная Ну это еще не все Это еще не все Еще у вас должны детей отнять Ну с какой стати вы решили Что дети это ваша собственность Что это вы с ними будете делать Все что вам вздумается И воспитывать их как хотите Нет у вас дети должны быть отняты И помещены все дети в интернаты Это коммунистическая доктрина Общественное воспитание В школу вас Вот сейчас уже пришли к этому В школу пускать нельзя Родители там такой шлагбаум стоит И охранник сидит Нечего вам в школе делать родители И вы не должны знать Что там делается Коммунисты у власти Все те же коммунисты Путин что не коммунист что ли Коммунист да еще и чекист То есть супер коммунист Ельцин он тоже был супер коммунистом И вся эта кодла Которая сидит у власти Это самые настоящие коммунисты Ваши единомышленники Именно это они и хотят Чтобы не было русского народа Чтобы не было русского языка Русской культуры Они в этом направлении действуют И детей отнимают Вот прямо сейчас У вас денег мало Вы не можете У вас многодетная семья Отдавайте сюда Что у вас Игрушек мало у детей Вместо того чтобы принести Помощь и игрушки детям подарить Они отбирают детей Это реально сейчас происходит Прямо у нас на глазах Реализуется коммунистическая доктрина Семьи тоже не должно быть Ну Маркс писал о том Что семья это просто Узаконенные Как это сказать Маркс писал Что семья это буржуазный предрассудок Калантаи Вот соратница Ленина Беспрерывно об этом говорила И все эти сексуальные эксперименты Это не только либеральная публика Это и коммунисты Вот это эмансипация Зачем семья Не нужна Будем именно вступать Вот в те самые беспорядочные Половые связи Да и дети особенно не нужны Зачем их рожать Ну поэтому Когда традиционная семья Стала распадаться В Советском Союзе Уже разразился демографический кризис Об этом правда никто не говорил Тихо так обсуждали И даже вот в студенческие годы Из нашего института Который совершенно для этого не профильный Ездили студенты Для проведения опросов В те места Где вообще прекратилась рождаемость Вот в набережных Челнах Там в частности это было Вот вы этого хотите То есть вы как коммунисты Должны хотеть именно этого То есть вы полностью должны быть С этим режимом Треклятым путинским За одно Вы согласны с этим То есть вы согласны С каким-то периодом наверное Истории Вы согласны что существовала Коммунистическая номенклатура Так называемая То есть вы рабы У номенклатуры А те там даже если где-то Проштрафился Украл там В аморалке уличен Просто пересылают На какую-то другую должность И он продолжает существовать Вот в этом номенклатурном слое Но теперь весь этот номенклатурный слой Превратился в слой олигархов В том числе и бюрократических олигархов Которые получают свои доходы От того что грабят нашу страну Используя административный ресурс Вы с этим тоже согласны Что вот есть коммунистическая номенклатура А потом она превращается в собственников Ну это же логическое развитие Вы были коммунистами Ваши родители были коммунистами И в девяносто первом году Когда распотрошили Советский Союз Ни одного партизанского отряда Ну а где вы были тогда? Чем вы отличились перед нашей страной? Ваши предшественники Большевики Разгромили Российскую империю Растерзали В том числе и русский народ Репрессиями чудовищными Целые социальные слои выкашивая Склонили самую подлую часть населения К доносам По этим доносам Выкашивали интеллигенцию любого человека Просто на которого глаз упал Чудовищные репрессии Чудовищное аморальное доносительство Во всем Это вам нравится Это соль соли нашей истории Доносить и расстреливать направо налево Это самое главное К 41 году подготовились Чудовищная милитаризация И ноль подготовки человеческого фактора Вот вам 41 год Катастрофа Такой катастрофы военной Не было в истории Нашей страны никогда Чтобы миллионами сдавались в плен А как один специалист Мне сказал А если бы кормили Если бы Гитлер Он просто не подготовился Он не знал Если бы он подготовился Что миллионы начнут сдаваться И подготовил бы просто Кормежку элементарно Так вся бы Красная Армия сдалась Понимаете Вся бы сдалась А не сдалась Потому что Немцы с одной стороны Распоясались А с другой стороны Сотнями тысяч Отправлялись на тот свет Нечем было кормить В концлагерях Вот и все И как выиграли войну Это Какой-то фантастический подвиг Не коммунисты выиграли войну Войну выиграл русский народ Который мобилизовался Которого Шоры с глаз упали И вся коммунистическая доктрина Полетела к черту Нет на фронте Никакой коммунистической доктрины Сколько бы я ни встречался Не разговаривал с ветеранами Никто не говорил Что воевали за Сталина За Родину воевали За коммунистическую партию что ли Коммунистическая партия была в тылах Вот там она существовала Очень хорошо И потом на так называемых Освобожденных территориях Вешала всех подряд Кто хоть как-то пытался выжить И служил Оккупационному режиму Ну были конечно Такие негодяи Которые не просто служили А тоже продолжали Гражданскую войну Их-то и ладно А вот всех остальных Сколько невинных жертв А пленных Пленные это Кто? Это предатели Родины Оказывается И их тоже в лагеря А если Невыясненные обстоятельства Так репрессируют семью Просто Можно сказать Вывезли Вывезли в тыл На погибель На голод Вот семья Моего деда Который Поначалу неизвестно Каким образом погиб Пропал без вести Тоже вывезли Просто можно сказать В чистую степь Ну и чуть от голода Семья не померла Слава богу Потом выяснилось Что в бою погиб Вот такие обстоятельства Хорошо Закончилась война Триумфально 45-й год Это вот все Коммунисты себе присваивают 45-й год Это наше Это наше Коммунистическое Ну что Коммунисты что ли Одни воевали на фронте Да На фронте Быть коммунистом Было непросто Потому что Коммунисты вперед И груды тел Лежат перед Вражеским дзотом И С той стороны Жиды и коммунисты Шаг вперед И до ближайшей стенки Да Во время войны Быть коммунистом Было непросто Это был определенный вызов врагу И вызов Вызов обстоятельствам Когда люди вступали В коммунистическую партию А потом А потом Коммунистическая номенклатура Вот то что сложилось Коммунистическая бюрократия Которая Втирала очки И Обещала к 80-му году Как Хрущев сказал Построить коммунизм Не получилось никакого коммунизма Даже продовольственная программа Которую потом Брежневские времена объявили Тоже не получилось Ничего не получилось У коммунистов Не получилось Ничего в этой истории Эти 70 лет Это 70 лет муки Для русского народа Были Конечно были люди Счастливые И достойные Все было Как и в любой жизни Люди где-то находят Возможность Полноценно существовать Пусть в очень скромном Материальном достатке Но коммунизм Это были гири На нашей шее Это был тормоз Для всей человеческой истории Я не говорю Что коммунизму Противопоставлен капитализм Молодежь иногда ходит Там на митингах Кричит социализм Это за социализм А капитализм Дерьмо Ну так и социализм Тоже дерьмо Мы его прочувствовали Вот в течение этих 70 лет Что правили Большевики и коммунисты Стыдно и срамно Быть коммунистом Сегодня Русский человек Должен быть Русским националистом Никакого коммунизма Ни малейшего Отклонения В эту сторону Ни малейшего Все что там Вы фантазируете Себе так называемые Коммунисты О коммунизме Это ваши только фантазии А доктрина коммунизма Это живодерская Подлая доктрина Которая нанесла Колоссальнейший урон Ну наверное Гитлер такой урон Нам не нанес Как коммунисты Со всеми Их подлостями И со всей их Идиотской Тупиковой доктриной Поэтому Обращаюсь к русским людям Выбросите на помойку Весь коммунизм Все что есть у вас В голове коммунистическое Всю символику Прежде всего Всех этих Ленин Красный флаг С серпом Молотом Этим масонским Символом Все в помойку Все эти лозунги Все в помойку Становитесь русскими Националистами Есть для этого Все основания Есть кому вам рассказать О том что такое Русский национализм Есть что прочитать В сети есть В книгах есть Изданных Которые И в книжном магазине Можно найти И заказать Там через интернет Магазины Можно найти Иван Ильин Там Иван Солоневич Константин Победоносов Все есть Вся публицистика Русского философского Зарубежья Читайте И становитесь Нормальными Русскими людьми А не полурусскими Такими полудурками Которые называют Себя коммунистами Коммунизм Это отрицание Всего русского Как и либерализм Они поэтому Близнецы-братья Они очень близки Во многих своих установках Они близки Мы поэтому Мы русские националисты И отрицаем Оба идеологических крыла Мы понимаем Что в истории Русские Многие русские люди Были коммунистами И совершали подвиги Во славу Отечества Будучи при этом Членами коммунистической партии Но это исключение Если массовый подвиг Во время войны Это не исключение То это короткий период В этот очень короткий период Быть коммунистом Было действительно Почетно И это было Сродни подвигу Но все остальное Все остальное время Быть коммунистом Это было Совершенно Никакого отношения Не имело к подвигу Это была форма Конформизма Хожу Хочу служить Своему Отечеству Хочешь Через коммунистическую доктрину Должен пройти При получении высшего образования Должен получить отметки За коммунистическую доктрину За ее знания Конспекты сдать Вступая в комсомол Ты должен был ответить На несколько Ублюдочных вопросов И этого было достаточно А потом тебя все время По голове стучали Что ты комсомолец Поэтому ты должен 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 Что там должен Для чего должен Часть людей были без понимания Что такое коммунизм Часть людей понимали Что такое коммунизм Но вынуждены были Быть членами Коммунистической партии Чтобы полноценно Служить своему отечеству Еще одна часть Это коммунисты Конформисты Которые говорили Я в этом мире проживу Только будучи коммунистом Я не верю конечно Во всю эту чепуху Которую там пишут Могу зато прикидываться И прокладывать себе Дорогу к карьере К более высокой зарплате И так далее И просто меня не будут трогать И часть была просто подонков Которые не верили Ни в какой коммунизм Но знали что это способ Манипуляции Способ порабощения народа Которым они манипулировали Вот это коммунистическая номенклатура Ставшая отдельным от общества Классом можно сказать Классовая доктрина Тоже это скорее коммунистическое Слоем таким общества Который поработил всех остальных И потом как-то все остальные Взломали эту корку И хотели иного бытия В 1991 году Но там внутри Внутри в том числе и КГБ Была подготовлена смена Вот эта смена Которая подменила Чаяние народа Ведь никто не хотел Этой массы приватизации Растаскивания государственной собственности Раскола страны Никто не хотел Но внутри В КПСС и в КГБ Были подготовлены Вот эти сценарии Они были реализованы Сейчас они Их результаты мы видим Сейчас вокруг себя Отказ от коммунизма Это обращение К русскому мировоззрению Я призываю русских Быть поистине русским Отбрасывая все Идеологические догматы Которые мешают этому В политике Если вы касаетесь Политических вопросов Вы как русский человек Можете быть только Русским националистом Если вы становитесь Самоопределяетесь Как коммунист Или либерал Или какие-то там Смешанные доктрины Там Национал-демократ Национал-коммунист Национал-большевик И вся эта чепуха То вы становитесь Прямо противопоставляете себя Перспективам русскому народу И основам его жизни Которые русские националисты Должны сохранить А потом добиться того Чтобы в России Ничего кроме русской власти И русского национализма Не было Ну где-то там На периферии Маргинальные Где-то там За чаем В квартирах Там какой-нибудь Бомонд Доморощенный Пусть Они там Занимаются Чем хотят Всеми своими Сексуальными И политическими Экспериментами Как они привыкли А основа Государственного существования Национального существования Должен быть русский национализм Для этого нужна Русская власть Только русская власть И установит Тот самый порядок При котором Вам не будут Пудрить мозги Вот этими Треклятыми Доктринами Которые к русскому Мировоззрению Не имеют никакого отношения Скорее Разлагают его И отвлекают людей От магистральной Исторической линии По которой Должен идти Русский народ Россия Русскую власть Русская 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 власть Продолжение следует...